Окей, шо за запрещенка на Твиче? Твич-платформа, привлекающая миллионы стримеров и зрителей каждый месяц. Здесь смотрят киберспортивные турниры, показывают занятия спортом, прыжки с парашютом, расслабляются с помощью СМР, занимаются благотворительностью и просто общаются в ламповой атмосфере. Однако в последние пару недель русскоязычные блогеры начали бить тревогу, якобы Твич могут совсем скоро заблокировать в стране по аналогии с Дискордом. И этому даже есть косвенные доказательства. Поэтому я решил узнать, откуда в принципе взялись слухи о скорой блокировке. Есть ли для этого реальные предпосылки? Можно ли найти рекламу запрещенки и просто незаконный контент во вроде как безобидной ленте трансляций? Короче, давайте вместе разбираться, есть ли запрещенка на Твиче? Ну, конечно, кроме слов на букву П, Н, Д и других из большого списка. Приятного просмотра. Разговоры о возможной блокировке Твича идут уже более двух лет, однако в конце октября слухи заиграли новыми красками. Катализатором паники стало ограничение доступа к Дискорду, который, как и Твич, постоянно получал штрафы за неудаление контента, однако в итоге был окончательно признан платформой вне закона. Это случилось 8 октября, а уже 17-го сбоя в работе на стиле и стриминг-сервис. Твич отлагал через несколько часов, именитые РУ-стримеры нашли в этом след тестирование блокировки от властей. Теория обсуждалась на форумах и в телеграм-каналах, и почва для того, чтобы посчитать обычное зависание прощупыванием возможности бана, стало то, что, по сути, Твич был недоступен в конкретных регионах. Большинство жалоб, судя по информации инструментов мониторинга, поступало из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а включение различных способов обхода блокировок моментально решало проблему. С одной стороны, выглядит как просто попытка словить хайпа на теме, но с другой неволе начинаешь проводить параллели с Дискордом, потому что уже заблокированная платформа также сначала замедлялась и была точно недоступна за 1-2 недели до окончательного бана, потом пошли страницы в реестр, игноры от приложения и закономерное ограничение доступа. Кроме того, в памяти сразу всплывают параллельные штрафы. Дискорд и Твич уже 2 плюс года постоянно появляются вместе в сводках санкций в сторону платформ, которые не выполняют требования российского законодательства. В июле 22-го Роскомнадзоры вовсе обязал поисковики маркировать Твич как нарушителя в качестве меры принуждения к удалению запр... Странно, что Твич якобы не выполняет какие-то там условия и требования Роскомнадзора. В то же время Твич, который не так давно, относительно недавно, блокировал... Блокировал некоторых стримеров по запросу от правительства. Также Твич, который для России скрыл категорию казино. То есть Твич, который как бы предпринимает те решения, да, или действия, для того, чтобы его не заблокировали в России. То есть он как бы, ну, делает что-то, чтобы этого не случилось. То есть выполняя те или иные требования. Как можно говорить, что он вообще ничего не выполняет, если он выполняет? Ты же говорил, они все штрафы выплачивают. Опять на ЁПАТ РКН? Я не знаю, выплачивают они штрафы или нет. Но если до сих пор не забанили, наверное, выплачивают. Прещёнки. Но всё это было достаточно давно. Да и в итоге регулятор вроде как расставил все точки над «и». На текущий момент блокировка сервиса не планируется. Формулировка, конечно, только добавляет очков паники. Ладно, давайте постараемся включить, скажем так, объективность и кратко пробежимся по совокупности претензий, которые могут стать предпосылкой для блокировки Твича. Проблема номер один — реклама онлайн-казино. Достаточно вспомнить только... Это невозможно, а банально просто потому, что категория «казино» недоступна в России. ...прошлогодний список Екатерины Мизульной из 15 контент-мейкеров, которые были замечены в продвижении нелегальных азартных платформ. В итоге некоторые упомянутые личности принесли извинения и отказались от рекламных контрактов. Однако отголоски борьбы с лудомани... Я извиняюсь, ребят, если что, отказываюсь от контрактов, которых у меня и не было, но если что, я извиняюсь. ...доносится до нас и сегодня. Буквально две недели назад Федеральная налоговая служба включила канал Юрия Хованского и Хесуса в единый реестр запрещенных сайтов, что наглядно показывает... Чего ты? Подожди, стоп. ...отголоски борьбы с лудомани... ...доносится до нас и сегодня. Буквально две недели назад Федеральная налоговая служба включила канал Юрия Хованского и Хесуса в единый реестр запрещенных сайтов, что... Так канал-то, блядь, какой? И никуда меня ещё пока не включали. Наглядно показывает, претензии касательно казино никуда не делись. А реклама слотов, собственно, никуда... Подожди, дядя, ты чё сейчас пизданул-то, блядь? Мой канал Твич никто не трогал. Там вообще про кик речь шла. Сейчас Твича не уходила. Сейчас без конкретных личностей, дабы никто не подумал, что я показываю пальцы. Но, по сути, некоторые контент-мейкеры перестали открыто крутить слоты, но не избавились от баннеров на трансляциях. До сих пор оставляют логотип, промокоды или купоны в описании или на экране, тем самым в некотором роде занимаясь обузом системы. По словам юристов, которые ссылаются на разъяснение Федеральной антимонопольной службы, размещение купонов или промокодов, предоставляемых организаторами азартных игр, при условии, что они оформлены визуально идентичные, никакие... Я где у меня купоны? Какие промокоды? У меня вообще никаких промокодов, купонов нет. Вы чё гоните, блядь? Алё. Из них не выделяются из общей массы, не являются рекламой. Лазейка... Оно ещё и рекламой даже не является. Получается в том, что тот же самый фриспин не призывает приобрести какой-либо товар и услугу, а значит информацию о нём можно без проблем размещать на своём медиаресурсе, и этим пользуются, однако недоработку могут исправить. Плюс один триггер для возможных массовых жалоб от контролирующих органов к Твичу. Вторая потенциальная причина для блокировки Твича, что иронично, повсеместная реклама сервисов для обхода блокировок. Банеры с VPN-сервисами также присутствуют у некоторых стримеров, что уже более полгода является нарушением законодательства. Каких ещё VPN-сервисов? Не понял, подожди. Да, некоторые тоже продвигают завуалированно, однако тут как с фриспинами. Рано или поздно лавочку могут прикрыть. Другой рекламы на грани... Вообще, по-моему, если я не ошибаюсь, рекламировать VPN-ы, по-моему, такого закона ещё нет. По-моему, такого закона ещё нет. Нет такого, как бы, скажем так, запрета, да, что типа нельзя. По закону. Есть? Хорошо. Что это за закон такой? Можете мне его процитировать, пожалуйста? Какая статья? Найдите. Административка? Ну, найдите, найдите. Даже интересно стало. За распространение обхода блокировок. Статья-то какая? Зачем ты сказал, сейчас же сделал этот закон? Не, ну вы говорите, что это по закону запрещено. Я и говорю, что это за закон такой? Что за статья? Потому что, как я слышал, пока такого нет, реально. Но это пока, потом может быть, реально будет. Ну, вот видите, вы хуйню пишете, вы сами не знаете. Но в постоянных обсуждениях всплывает ещё одна претензия. Реклама котиков. Причина такого клейман Твиче стал... Ну, это полная хуйня, притянутая за уши. Каких котиков? Кто какие котики рекламирует здесь? ...всего один русскоязычный стример. Никоглай. В своё время он решил посидеть на трансляции в майке якобы файла обменника, логотип, название которого отсылали к известному... Потом, естественно, пытался оправдаться. Однако не вышло, плюс спровоцировало новую волну проверок и запросов от контролирующих органов. Я провёл на трансляциях различных, в том числе иностранных контент-мейкеров, несколько дней не заметил рекламу чего-то подобного. Единственное, может работать связка с рекламой телеграм-канала, в котором уже продвигается что-то сомнительное. Например, те самые мухаворы и обширный список чудодейственных грибов. Бля, кстати, почему-то в последнее время реально многие начали рекламировать какие-то грибы, причём это делают такие как Стаса и как Просто, например. И ещё кто там... А, Лагода, блядь, у себя в ТГ рекламировал какие-то вещества. Я сейчас причём, сука, даже не шучу. Мне как-то в предложку скидывают пост. Там, типа, картинка такая, знаете, разноцветная, как будто, знаете, глюки какие-то нарисованы. И там ссылка, и типа, вот, познай мир какой-то, блядь, какую-то хуйню. И ты заходишь, а там тебе продают какие-то таблетки, как, типа, БАДВ, то есть биологическая добавка с грибами какими-то непонятными, вот. И я такой думаю, нахуй я сэ... Он потом удалил этот пост. Ну, типа, это легально, я правильно понимаю? Натропы — это серая зона, я могу пояснить. Ну-ка, поясни. Микродозинг с мухоморов. А что он даёт, этот микродозинг? Я просто хз. Сейчас же опять конфликт будет, типа, фэк. Да не, не фэк. Ну, реально было. Я даже зашёл на его канал и тогда проверил. Просто я не знаю, насколько это легально или нелегально. Сейчас, может быть, я даже найду в предложке? Я просто не помню, как это... Как это... Какие там слова были, чтобы по словам найти? А, во-во-во-во-во. Как бы... Я не знаю, что это такое, ребят. Это реклама автоматическая от Яндекс. Какая, блядь, вот это в Телеге? В смысле? Не понял. Как она автоматически работает в Телеграме? Каким образом Яндекс и Телега связаны? Короче, я хз, но главное — не призыва нет. А то призыва нет калечит людям здоровье. Я просто не знаю, как бы, блядь, вообще ничего про эти грибы. Вы говорите микродозинг? Ну, там же тебе продают кучу таблеток. А что, если ты не одну таблетку выпьешь, а две или три или пять? Блядь, это уже будет не микро. Это медиум будет или что? Как это работает? Какое влияние это оказывает на человека? Нет. Они психотропные же? Ну, я не знаю. Ты не знаешь, не говори, голова соевая. Это бада обычный. Плацебо. А-а-а, плацебо. Вот оно что. Ну, то есть наебалово получается конкретное, да? То есть вот оно как. Я соевый, да? Я не пизди, типа. Это он так людей наебывает. Пустышку продают. Главное, что не призывание. Ну, я, блядь, я запутался, ребят. Реально. Я что-то вообще. Короче, это легально. Но там нужно это оформить все определенным образом. На самом деле это все очень знатно ломает голову. У меня так чел поехал. Ну, у тебя чел, наверное, как я уже и сказал, не одну таблетку кушал, а сразу десять, блядь. Это типа хуйня полная, которая в лучшем случае не работает или оказывает эффект плацебо. В худшем хуёвый действует. Стоит дохуя скам. Угу. Ну ладно. Ну это уже совсем другая история. Плюс микродозинг вроде как до сих пор вполне закон. Арчевников, запиши видео про грибы. И про то, как, вот, собственно говоря, в последнее время блогеры активно начали эту хуйню рекламировать. Объясни вообще, что это такое. Насколько это вредно. Хуйня штука. Да и с нынешней политикой Твича представить баннер с каким-то телеграммом. А, у него есть вроде? Ботом, где можно заказать цветные пакетики. Ты, бля, скамерс осмотрел про это. Подожди, нет. Скамерс вроде про другое записывал. Там про что-то более серьезное и тяжелое он записывал. А не про обычные какие-то микродозы вот этих вот грибочков. Разве нет? Про это было? Так подожди. Скамерс там вроде записывал про то, что он чуть ли нахуй не поехал головой от этой херни. У него там панические атаки начинались из-за этого. Вот тут есть ссылка на этот закон, что нельзя рекламировать средства обхода блокировок HTTPSJournal.тем... Ну, мы и не рекламируем. ...фактически невозможно. Пару лет назад, да. Особенно в период, когда платформа тестировала платное продвижение. Ну, да. Что, да, бля, где, где? Вы видите баннеры или что какие-то? Может быть ссылки в описании или еще что-то? Нет. В октябре 21 года была запущена возможность рекламы стримов, что приводит... Что за хуйня? Что за ссылка в чате? Хватит ее спамить, долбоеба. Я не понимаю, что это такое? ...превращение главной страницы сайтов практически невозможно. Пару лет назад, да. Особенно в период, когда платформа тестировала платное продвижение. В октябре 21 года была запущена возможность рекламы стримов, что привело к превращению главной страницы сайтов в желтый YouTube. Продлился хаос всего два дня, после чего функция была деактивирована. Аналогичный неудачный эксперимент произошел в конце прошлого года. Тогда Twitch на пару дней разрешил художественную наготу. Это начали активно обузить, и разработчики быстро прикрыли лавочку, отметив, что зашли слишком далеко. Да и активные пользователи стриминг-сервиса прекрасно знают, что авторам контента там иногда даже нельзя говорить конкретный полуслов. Он достаточно обширный и в большинстве с вами затрагивает оскорбления отдельных рас, народов и меньшинств. Поэтому, словом, последних лет на Twitch считается «выкрик осуждаю». И подобная политика, к сожалению или счастью, является одним из самых явных триггеров для возможной блокировки сайта в России. Потому что слоган «все равны» на практике приводит к тому, что кто-то все-таки ровнеет. Twitch активно продвигает запрещенное в России признанное экстремистским ЛГБТ. Ну и что, Трамп сейчас придет, порядок наведет, блин. Есть отдельные вкладки с контентом от людей, их поддержка также массовые апдейты. Например, визуальное отображение памятных дат движения в виде различной символики, в том числе ЛГБТ-флага. Который, согласно законодательству России, является экстремистской символикой. Поэтому при желании заблокировать Twitch могут без особых проблем. Ну и поясню для тех, кто думает, что это делается почему-то велению в пару кликов. Чтобы было понятнее на примере Дискорда и Стима, обе платформы наравне с Twitch постоянно получают... Кстати, Stalker 2 может являться отличной причиной для блокировки как и Стима, так и Twitch'а. Они могут под предлогом того, что на Twitch'е известные стримеры играют в Stalker 2 и рекламируют эту игру, заблокируют Twitch. Потому что, извините меня, Stalker 2 это игра, которую разработали разработчики, которые что делают правильно, донатят в ССУ. А можно еще и Стим заблочить, потому что, извините меня, в Стиме продается игра, которую сделали разработчики, которые, в свою очередь, донатят в ССУ. Короче, причин теперь может быть очень много. Вот нахуй ты пиздишь это. Ты реально думаешь, что сейчас сидит кто-то из Русскомнадзора на моем стриме, слушает такой... О, спасибо тебе, ХСУ, за отличную идею. Ребят, если что, они и сами бы до этого додумались, я думаю. Возможно, у них уже эти мысли в голове есть. Сталкер недоступен для РФ. Им похуй, чел. Вот доступен он или нет, какая разница? Причина-то надо взять, как бы, какую-то придумать. Вот и все, пожалуйста. У меня есть знакомый Алекс Губалыч, говорил, что NotBlockNet прикольная тема. Это не реклама, просто удобная фича, если ваш браузер не может загрузить ваш любимый я и хентай, например, когда я ка ха ечат дерзайте. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Скорее всего, просто страницы игры в Стиме будут недоступны из РФ. Ну, вероятнее всего, да. Ну, а так уже есть. ...штраф и предупреждение за неудаление запрещенной информации. В соответствующий реестр вносились и вносятся к конкретной странице. Блядь! А как Купленов будет проходить Сталкер 2? Как он будет выкладывать видосы с прохождением Сталкер 2 на ВК-видео? Ему же явно скажут, типа, братан, извини, конечно, но тут просто игра сомнительного производства. Можно ты не будешь на ВК-видео это выкладывать? А даже если он и будет, то... Это тоже странно после таких заявлений, которые прозвучали сегодня. Хм. Интересно, интересно. Ну, будем, 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 будем и смотреть. Если сайт не реагирует на запросы от Роскомнадзора, оставляя их в общем доступе, появляется мотивация для блокировки. Бля, поскорее бы Сталкер вышел. Блин. ...агнорировал предупреждение и ставил бан. Тогда как, например, Стим продолжает выполнять требования российских властей. Паника касательно возможной блокировки игровой платформы тоже была. Однако страницы сомнительного содержания оперативно подчистили. То же самое делают и другие иностранные платформы, так что на данный момент волноваться не о чем. К тому же Стиму легче удалить трэд с пропаганды и чего-то незаконного, чем терять огромную российскую аудиторию. То же самое касается и Твича, который плотно сотрудничает с контр... Алексей! Здравствуйте! Выражаю вам благодарность от всего РКН. Мы всем офисом обожаем ваши стримы. Получается, совместили приятно с полезным. Не могли бы вы еще рассказать нам, кто еще донатил ВСУ, а то мы уже не знаем, кого банить. Есть такой стример, у него никнейм называется... Начинается на Г, заканчивается на Е. Вторая буква У. Гу? А? Потом идет буква К. Там еще моль есть в этом никнейме. Ладно, я шучу. ...контролирующими органами. Однако, что случится, если поступит запрос удалить все изображения радужного флага? Представить сложно, как последствия массовых жалов... Сейчас, подожди, Трамп придет, сам удалит все. ...на сотни, если не тысячи трансляций представителей ЛГБТ-сообщества. Правда, какие-то точные блокировки подобного контента уже произошли, что, собственно, и подогрело панику после якобы теста блокировки Твича в середине октября. Тогда же Роскопнадзор заблокировал сайт сервиса Семь ТВ. Он содержал каталога Эмодзи для стриминговых платформ. Причиной ограничения доступа стала Эмодзи Кизгейс. Изображение целующихся мужчин загружено в апреле... Кизгейс. ...двадцать четвертого года. Мы их не показывали. Известно то, что... Не надо, не показывай, блин. ...информации СМИ и данные изображения... Чат не показываете, блядь! Ай, сука! А-а-а! А-а-а! Чё вы делаете? Алё, вас посадят в тюрьму! Прекратите, блядь! Блядь, сейчас из-за вас твич заблокирует! Да... Да хватит! Да, блядь! Ай, да похуй, короче. Пусть заблокирует. Останусь на Твиче один, вся аудитория ко мне уйдёт. Кто там с VPN-чиком будет сидеть? Что, мне плохо, что ли? Только лучше. В итоге я один на Твиче останусь. Кто будет один, стримить Сталкер 2. И всё. У вас вариантов больше не останется. Будете, блин, вынуждены меня смотреть. Не использовалось ни одним из твич-каналов. Блокировка сайта не повлияла на отображение других эмодзи, но подлила масло в огонь обсуждений. Несмотря на всё вышесказанное, лично мне кажется, что в ближайшее время блокировки Твича ожидать не стоит. Во-первых, кейс с Дискордом выглядит скорее показательным. Платформа игнорировала предупреждения, а после бана начала искать пути выхода из ситуации, которые рано или поздно появятся, однако последствия стали ярким сигналом для действия. Во-вторых, если Дискорд ещё можно как-то чем-то заменить, и речь даже не о атичных продуктах, ЧЕГО, БЛЯТЬ? Харчевников, ну ебать, ты что, шутишь, что ли, ещё раз? Подожди. Платформ, следуйте законодательству. Во-вторых, если Дискорд ещё можно как-то чем-то заменить, и речь даже не о атичных продуктах есть тот же... ЧЕМ, БЛЯТЬ, заменить? Google Meet, TeamSpeak, Skype... Всё серьёзно, Google Meet там нахуй ты решил Дискорд заменять? Скайпом? TeamSpeakом? Файл обменник такой. То с Твичом всё гораздо... У нас даже вообще хуйня от абсолютно разной программы, абсолютно разным функционалом. Отечественные компании ещё до 22-го года старались сделать аналог Твича. Сначала появился W.A.S.D. Как появился, так и исчез? Да, потом начали продвигать ВК-лайв. Правда, у этих и других российских стриминг-сервисов есть одна, по сути, нерешённая проблема. Туда никто не идёт. Нет, популярные стримеры временами запускают там потоки, однако только за деньги. W.A.S.D., который недавно переименовали в... W.A.S.D.? О, как этот, блядь. Который под залупы творог собрался, ребята. А, W.A.S.D., W.A.S.D., W.A.S.D. А, W.A.S.D., 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 W.A.S.D. Зрители, а сама платформа пошла по пути Рутуба, добавив различные шоу и передачи на главную страницу. С ВК-лайв... Ну, очередная платформа, которая поработает полгодика, годик, и всё. ...по-лучше. Да, топовые стримеры также получают контракты... Баки есть не только в Таркове. ...трансляция внутри платформы, однако здесь хотя бы есть аудитория, которая заходит посмотреть не только на определённых личностей. В прайм-тайм можно увидеть много игровых блогеров с онлайном по 100, 200, а иногда и 1000 человек. Активный чат, общение и экосистема. Помогает развитию, в том числе, наличие собственного игрового магазина, который... Это реклама, блядь, или что нахуй? Чё за нативная реклама? ...провлекает дополнительную аудиторию. Но, по крайней мере, пока. Стримеры неохотно переходят на российский сервис без денежной мотивации. Хотя некоторые справедливости ради... В день региональных сбоев запустили трансляции именно на ВК-лайв. В любом случае всё выглядит так, что Твичу нужна российская аудитория. Платформа реагирует на запросы от властей, да и в последние годы очень быстро блокирует запрещенку. Стримов с контентом 18+, лично мне не удалось найти как кейсов подобного за последнее время. Раньше при желании запускались целые подборки горячего, висевшие по несколько часов. Но сегодня тебе стоит сказать или показать что-то плохое, как сотрудники компании моментально остановят трансляцию и выдадут банк. Сначала за неделю, а потом по нарастающей, вплоть до вечного. Ещё один аргумент за желание Твича оставаться доступным в России в списке запреток есть и оскорбительное выражение в сторону наших соотечественников. Главный риск, как по мне, это пропаганда ЛГБТ. Кого-то триггернёт, когда Твич в особую дату окрасит главную в цвета радуги и, короче, надеюсь, такого не будет. Да, и действительно переживать, как по мне, стоит из-за инициатив вроде запрета пользования интернетом детям до 14 лет. Но это уже совсем другая история. Спасибо за просмотр, с вас лайк, колокольчик, подписка. Ну и чё, блядь, в итоге-то мы выяснили, нихуя. В итоге бан будет или не будет? И чё, не знаю, и чё вот именно. Ну ладно, непонятно. Да, 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 да. Я Алёша, милый мальчик, я Алёша, сяду в танчик, я Алёша, ну я...